Здравствуйте! В эфире «Наше время» в студии Татьяна Голубева. На этой неделе в Алтайском крае пройдет большая культурная акция в поддержку чтения «Библия. Ночь-2018». Ее поддержит 250 библиотек региона. Каждая из них подготовила немало интересного, но, пожалуй, самая насыщенная программа ждет посетителей Краевой библиотеки имени Шишкова, которой в этом году исполняется 130 лет. Поговорим об этом далее с Татьяной Егоровой, директором библиотеки. Здравствуйте, Татьяна! Здравствуйте! 130 лет – очень значимая дата. И наверняка «Библия. Ночь-2018» как-то будет связана с этим событием. Да, в этом году юбилейный год для нашей библиотеки. Ряд мероприятий включены в эту линейку. И, конечно, «Библия. Ночь» она пройдет под знаком 130-летней библиотеки. 130 лет Шишковки. История на все времена. И мы во время этой акции 4 часа будем показывать, рассказывать все времена, какие были в нашей библиотеке за 130 лет ее развития. Целых 4 часа? 4 часа. А выдержат людей? Это будет как лектор какой-то или как это будет? Это будет масса разных мероприятий, масса разных акций, флешмобов, мастер-классов, которые будут какие-то цикличные, то есть будут повторяться там каждые полчаса, допустим, как мастер-классы. Какие-то лекции будут проходить отдельно. Концерт, допустим, он будет идти все 4 часа и будут выступать разные выступающие группы, команды, артисты. Будут показательные выступления, они тоже будут проходить. То есть это такой нон-стоп, нон-стоп акция в поддержку чтения. Но здесь книга, конечно, главная, конечно, главное чтение. Но надо сказать, что это такой социокультурный проект, не только нашей библиотеки, вообще в целом всероссийская акция и наша библиотека в нем участвует, где мы показываем вот это содружество книги, литературы, искусств различных, культуры в целом, ремесел, технического мастерства. То есть это такая большая, большой микс такой интересный. Но это же была очень большая подготовительная работа. Только ли сотрудники вашей библиотеки принимали участие или все-таки кого-то со стороны привлекали, чтобы помочь? Ну, конечно, силами только сотрудников нашей библиотеки мы бы никогда не сделали ее такой интересной, разнообразной, какой она у нас является. Каждый год у нас очень большое количество помощников, партнеров, волонтеров. Надо сказать, что это все происходит на абсолютно безвозмездной основе со стороны наших партнеров. И вот вместе мы делаем такое интересное дело. А что станет изюминкой программы в этом году и предусмотрены ли подарки для посетителей? Конечно. По поводу подарков. У меня вот сейчас в руках находятся несколько таких книжных закладок, которые мы подготовили в Библионоде 2018. Ее получит практически каждый, кто будет принимать участие в наших конкурсах, в викторинах, на площадках библиотеки. Приготовлены еще ряд интересных подарков. А эта закладка, она что-то дает, символизирует собой или просто на память? Это книжная закладка. Нужно будет поучаствовать в одном из мероприятий библиотеки и этой акции и получить вот такой вот приз, скажем, подарок. Маленький, но приятный сюрпризик. Маленький, но приятный сюрпризик, да. А кроме того, у нас будет в Библионочь проходить запись новых читателей. И мы второй год уже практикуем такое ноу-хау, как выдача таких вот специализированных читательских билетов, которые выдаются только в этот день. Они идут с символикой Библионочи. Красивые. В прошлом году это вот такой вот специальный билет. В прошлом году это был по тематике Библионочи, Остров Сокровищ. В этом году это история на все времена, в 130 лет библиотеки. Каждый записавшийся в этот день получит вот такой вот читательский билет. А по итогам будет произведена лотерея, разыграна. И наиболее удачливые читатели получат билеты в наши краевые театры, которые нам предоставляют наши замечательные коллеги. Это тоже ваши партнеры, скажем так. Да, наши партнеры. Это пригласительные на два человека на майский репертуар, на майские спектакли. Я думаю, что хороший такой подарок. Да. По поводу изюминок. Наверное, начну с... Давайте наоборот с финала. У нас в финале выступит прима музыкального нашего театра Виктория Гальцева с группой «Горизонталь». Это будет очень приятное такое завершение вечера. У нас в этом году, конечно, мы ожидаем, что появится наше, наконец-то, привидение, которое нас обещает уже пятый год посетить. Мы все ждем, ждем, ждем. Признаки его есть в книгохранении. Но надеемся, что в этом году мы его увидим. У нас вообще в целом библиотека в этот раз превратится в такую некую городскую площадь, где будет работать много различных площадок. И музыкальный салон, и городской сад, и народный дом, и городская библиотека, и кинотеатр «Иллюзион», и мастеровая «Слобода», и общество «Япония-Россия», то есть будет целая площадка, и банк. То есть все такие учреждения знаковые, которые были в городе Барнауле 130 лет назад, и в течение вот этих 130 лет вместе с библиотекой они росли и развивались. Вы уже немножечко сказали о том, что будет отражена тема «Года Японии в России». Какие еще темы будут отражены на «Библия ночи» у вас, кроме 130-летия библиотеки? Каждая библиотека выбирает для себя свою тему. Вообще в целом тема акции всероссийской называется «Магия книги». И каждая библиотека для себя определяет, что же является магией книги. У нас в крае очень многие библиотеки выбрали «Перекрестный год Японии-Россия». Очень многие библиотеки решили обыграть или показать театральную сторону, потому что все-таки мы ждали, что будет год театров, и очень многие готовились к этому году и хотели бы показать свои наработки. Безусловно, очень много моментов со стороны литературного краеведения будет обыграно в библиотеках. Это встреча с нашими алтайскими писателями, это демонстрация краеведческой литературы и мероприятия, которые будут, скажем, основаны на этой теме. Ну и ряд других детских библиотек, как, допустим, краевая детская библиотека делает профориентационную библионочь, вернее, не библионочь, а библиосумерки в детских библиотеках. Они начнутся раньше и закончатся чуть раньше, чем во взрослых библиотеках. Ну, главная миссия библионочи все-таки, да, это расширение круга постоянных читателей. Способна ли акция, по-вашему, которая, по сути, является разовой массово привлечь новых посетителей? Я бы, наверное, сейчас уже не стала называть ее разовой, потому что библионочь — это все-таки такое мероприятие уже традиционное. Ну, раз в году. Раз в году, но, тем не менее, заканчивается она, одна библионочь начинается подготовка к другой библионочи, и во время этой подготовки происходит очень много контактов с планируемыми на следующий год партнерами, то есть проработка темы. Это со стороны библиотеки, со стороны вот наших коллег, что происходит, библиотекарей. Со стороны читателей у людей есть возможность прийти в этот день и посмотреть, ну, так скажем, библиотеку со всех сторон, и зайти во все ее потаенные уголочки, и посмотреть различные направления работы, чем библиотека может быть интересна. И после того, как он познакомится с библиотекой, ну, большинство читателей возвращаются, вернее, посетителей библионочи становятся читателями нашей библиотеки, а если не читателями, то посетителями других мероприятий нашей библиотеки. А вы вообще высчитывали, насколько, допустим, с прошлого года после библионочи увеличилось число ваших читателей? Вы знаете, трудно просчитать, мы пытались, но это может быть такой затяжной эффект, потому что человек пришел в апреле на библионочь, а потом он может месяц, два-три не ходить. То есть он может на следующий день прийти, а может прийти через два-три месяца в библиотеку, но он знает, у него уже на подкорочке записано, что в библиотеке есть то, что ему нужно, и когда у него будет свободное время, когда у него будет потребность, когда возникнет, ну, такое ощущение того, что тебе вот сейчас нужно пойти в библиотеку, это может быть и через, я говорю, на следующий день, может быть и через месяц. Но их становится больше. Больше. Ну и в завершении программы нашей остается пригласить участников «Библионочи». Во сколько начнется и сколько продлится она? 20 апреля. Это в пятницу? Это в пятницу. Ровно в 18.00 двери нашей библиотеки откроются в рамках всероссийской акции «Библионочь». И в нашей библиотеке эта шишковка празднует свой юбилей. История на все времена. И до скольки? До 22 часов. До 22 часов. Ну и будем надеяться, что привидение все-таки появится, потому что уже будет темно и все. Мы ждем. Спасибо вам большое, Татьяна. Спасибо. А мы приглашаем всех на «Библионочь». И я напомню, что об этой акции мы сегодня говорили с Татьяной Егоровой, директором Алтайской краевой библиотеки имени Шишкова.